друзья хочу показать вам бумагу на которой я рисую портреты сухой кистью это акварельная бумага на сегодняшний день вот это вот эта фирма палаццо вообще я очень часто пользуюсь сетью магазина офисмак и сейчас там она стала продаваться взамен другой которая была раньше сейчас я вам покажу вот эта фирма вот эта фирма это очень хорошая бумага если вам будет попадаться бумага такой фирмы купайте вполне годится даже не то что вполне годится очень даже хороша для работы в этой техники техника сухой кисти как цветные так и черно-белые портреты но данный курс у нас в черно белом портрете размер бумаги я использую а2 но я как бы не привык пользоваться такими форматами выражения размеров я использую больше просто в сантиметрах 42 на 59 ну если быть точным 42 на 500 420 на 594 миллиметра не суть важно просто она есть и более мелкого размера 30 на 40 но я и не покупаю потому что в этом никакого нет смысла портрета таких маленьких размеров у меня практически никогда не заказывают заказывают очень редко если закажут я всегда могу вырезать с этой бумаги если вдруг потребуется вот это у меня бумага из старых запасов фактура фактура холста я сейчас покажу как это выглядит на портретах потому что на белой листе не видно ничего вот а эта бумага она появилась сети магазинах офис мак взамен вот это то есть это у них пропало она еще продается в других магазинах художественных лавках она пропала а появилась замене и это теперь немного о качестве госзнак я считаю гораздо лучше по качеству она крепче лучше держит многократное стирание эластиком а для начинающих это будет важно это тоже вполне годится но немножечко послабее теперь о портретах теперь по фактуре вот кстати портрет который у нас присутствует нашем курсе сейчас я увеличу мы посмотрим фактуру как выглядит рисунок на данной фактуре сейчас еще я думаю достаточно вполне видно вот так выглядит бумага с фактуры скорлупы вот этой фирмы палаццо ну собственно фактура то ничем не отличается неважно какой фирмы просто при работе ластиком это чувствуется она немножечко нежная эта бумага следующий портрет тоже присутствует нашем курсе тоже выполнен на этой же бумаге ну вот видно я думаю фактуру ну раз уж пошло давайте я вам тогда покажу сейчас все портреты какие у меня есть сейчас при мне наличие это один из моих любимых кино актеров михаил пуговкин точно такая же фактура кстати дальше у меня сейчас будет еще один портретик изабелла скоробка как раз с фактурой это единственный портрет с фактурой холста так у нас выглядит скорлупа этот портрет вы наверное много-много раз видели в интернете посмотрите как мягко и как бархатно позволяет вот эта бумага с этой фактуры передавать полутени вот эти вот все моменты очень нежно она все это делает знаете по ощущениям портрет кажется таким бархатным вот когда держишь в руках его не знаю передает это ощущение видео или нет и вот сейчас я вам хочу показать портрет который нарисован на фактуре холста так он выглядит вот я думаю видно это один из моих старых старых портретов нарисовал его еще в тринадцатом году портреты забыл из коробка на бумаге с фактурой холста такого мелкозернистого еще из старых портретов хочу показать по секрету так сказать старый портрет свои я не очень люблю так как очень сама критично к ним отношусь но вам как моим друзьям покажу это портрет дженнифер лопес портрет нарисован техники сухой кисти на этом же размере который он говорил 42 на 59 посмотрите какое маленькое лицо здесь а прорисовки не может быть и речи даже вот это просто такой портретик по другому скажем так это уже так сказать разведка боем путь гипер реализму вот посмотрите насколько большая голова на этом портрете она занимает примерно половину листа то есть она у нас сантиметров наверно под 30 получилось это для того чтобы я мог прорисовать мелкие детали когда я его нарисовал верни даже в процессе я подумал что надо было еще больше взять размер потому что самая маленькая кисточка 2 миллиметра уже не позволяла выполнять кое-какие моменты а хотелось бы сейчас я приближу чтобы смогли посмотреть насколько техника сухая кисть позволяет разгуляться художнику реалисту и 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 ну вот собственно по бумаге наверно достаточно в общем используйте фактуру скорлупа или какую-нибудь очень-очень мелкую похожую по вот этой зернистости на скорлупу почему потому что она работает как не сказать конечно как наждачная бумага но шершавость вот этой бумаги такая мелкая шершавость позволяет задерживаться на ней краски то есть краска попадает на эту фактуру и на ней закрепляется знаете в чем дело если мы возьмем какую-то более крупную фактуру то соответственно у вас не будут таких вот очень точных мелких прорисовок это будут какие-то в общем для более точной прорисовки чтобы не ломать никакие мелкие линии нужна вот такая мелкая фактура честно говоря я даже ничего не могу вам сказать о друг опыта с другой фактуры бумаги есть много видов есть еще торшон так называемая вот но из того что продается совсем дешево вполне доступно вот вот эти две фирмы которые он показал госзнак и вот это палаццо вполне подходит они продаются и размерами еще 30 на 40 ах да друзья чуть не забыл есть еще бумага которую я пользуюсь еще одна фирма вот так выглядит и и так сказать пробник эта фирма называется берег продают она размеры бумаги очень большие 102 на 72 сантиметра это как раз размер а один вот посмотрите сколько различных вариантов видите какая она бывает и такая бывает вот что-то вроде скорлупы но покрупнее а вот та самая скорлупа можете запомнить вот здесь вот вот этот номер если в вашем городе есть эта фирма берег то вы можете по телефону просто позвонить узнать если у них вот такая бумага и это будет бумага скорлупа та которая вам нужна то есть если вдруг вам потребуется нарисовать портрет из нескольких человек 4 5 и более то размера вот этой бумаги вам может быть недостаточно или у вас могут быть очень маленькие лица например на этом листе самое большое что рисовал вот представьте ладони это голова человека вот двойной портрет и здесь еще у нас только голова ребенка то есть семья там с маленьким ребенком но это уже выглядел не очень там композицию уже как говорится не передашь то есть позы и все такое то просто не помещается соответственно если нужна бумага больше то бумага концерна берег вполне вам подойдет да вот кстати здесь у нас еще есть я сейчас увеличу и немножечко задержу видео на этом моменте посмотрите пожалуйста может быть здесь есть ваш город тут есть контактные данные но хотя в принципе не проблема я думаю найти все это поисковики спасибо за внимание по бумаге на этом все услышимся следующих уроках